Герман Скобенко Здравствуйте, дорогие друзья! Прямая трансляция из Екатеринбурга, дворец игровых видов спорта. И начинаем из поединка Германа Скобенко из Амига-Токишеева. Герман Скобенко первым проследует в ринг. Боец из Донецкой области, ему 24 года, рост 184 сантиметра. На его счету 5 поединков, 4 победы, одна единственная ничья, 0 поражений. Из 4 побед один раз Герман выигрывал нокаутом и является он профессионалом с февраля 2015 года. И проводит второй бой за 2017 год. В мае он отбоксировал в Москве, в Московской области. Он еще отбоксировал с Артуром Лежавой. И вот конец года, в декабре, ему предстоит противостояние также с Либитом, но за мигом от Акишеева. Итак, ждем Германа Скобенко в ринге. Ну если еще добавить, наверное можно сказать о том, что для Германа Скобенко это такая первая серьезная позиция. Потому что все свои предыдущие поединки Герман проводил с дебютантами. Все его предыдущие соперники совершали профессиональный дебют. Ну а теперь ему предстоит такой простой флэш. Настоящее противостояние с небитым и амбициозным боксером, таким же как и он. За мигом от Акишеева. Вообще у нас сегодня, если мы говорим о супертяжелом весе весовой категории свыше, 90 килограммов 700 граммов. Очень насыщенная программа. У нас в андеркарде целых три пары супертяжей. Первая как раз таки за миг от Акишеева Герман Скобенко. Затем мы увидим Евгения Романова в Торнике Борича Мяшвили. А теперь слушаем представление за миг от Акишеева. Встречайте, за миг от Акишеева. Ну что ж, а теперь за миг от Акишеев. Боксер из Азербайджана, проживающий в Турции. При этом у за миг от Акишеева была достаточно насыщенная кикбоксерская карьера. С 2008 по 2015 год выступал за миг от Акишеев на достаточно высоком уровне по кикбоксингу, по К1. И на этом поприще он завоевал определенные даже титулы. Становился чемпионом Европы по WAKO. Ваков более известная такая версия. Встречался с различными бойцами топ-уровня. Но вот можно отметить, так кстати, его противостояние с Константином Глуховым, достаточно известным представителем К1 и кикбоксинга. Ну вот, кстати, уже и находится в ринге у нас за миг от Акишеев. Четыре победы на его счету, две нокаута по боксу. Дамы и господа, представляю вам соперников. В синем углу боец из города Макеевка, Донецкая область. Ему 24 года. Рост 184 сантиметра. Вес на взвешивании 122 килограмма. Профессиональный рекорд 5 боев. Четыре победы, одна нокаутом. Одна ничья. Герман Скобенко. Его соперник в красном углу. Боец из города Баку, Азербайджан. Ему 31 год. Рост 185 сантиметров. Вес на взвешивании 102 килограмма, 550 грамм. Профессиональный рекорд 4 боя. Четыре победы и две нокаута. За миг от Акишеев. Рефери в ринге Юрий Копцев. На центр. Внимательно слушаемые команды. Не бьем по судьбам. Берем по стол. Пожали руки по углам. Капа. Капа. Первый раунд. Ну что ж, первый раунд. Из шести запланированных. Рефери в ринге. Очень известный специалист Юрий Копцев. Обслуживавший, в общем-то, поединки и в Европе. В том числе. И мы видим, как начинает за миг от Акишеев. Слева, справа. Хороший левобоковой достиг от за мига. Удар. Для того, чтобы различать бойцов, скажу. За миг в черных перчатках, в красных германская бенка. Оба бойца не отдают центр ринга. Оба сражаются именно в центре. Начали этот поединок. Вот мы видим обменный удар на средней дистанции. Начинают все атаки с джеба за миг от Акишеев. Ну вот встречает его сейчас левым боковым Герман Скобенко. Перекрыт от Акишеев. В общем-то, для него это тоже первое такое серьезное испытание в карьере. Хотя, есть хорошая победа в активе у Замида Акишеева над грузинским бойцом в сорняке Пурич Мяшвили, которого мы сегодня увидим под Евгением Романовым. Очень стойкий боец, кстати. Да. Вот мы видим комбинацию от Скобенко. Причем сменил стойку сейчас Герман. Бойцы никуда не спешат. Да, больше работают пока на средней дистанции. Акишеев перекрывшись вот так вот за блоком подбирается поближе. И позволяет сопернику работать пока. Вот смотрите. Скобенко этим пользуется достаточно активно. И накидывает удары. По большей части они приходят в блок. Ну вот первый такой тяжелый удар, наверное. А то пришелся больше в весов, наверное, Скобенко. Смотрите, чуть-чуть стал побыстрее выбрасывать руки от Акишеев, сблизился. Ну и здесь, смотрите, работает очень грамотно Скобенко. Старается Замига связывать. Для того клинчу придуман. Собственно говоря. Ну в том числе. Ох, какой тяжелый удар. Ударил и попал сейчас вправо свингом от Акишеев. И затем добавил левый боковой. Все точно в цель. Стоп! По корпусу. Но тут мне как показалось низковато. Попал этот удар, да. Я думаю, это не специально. Не специально. Подсел немножко, возможно. Вот как раз-таки этот эпизод. Ну там в район резинки пришелся удар. До пяти минут есть время на восстановление у бойца после таких ударов. Герман не стал брать такую большую паузу, мы видим сразу же. Быть достаточно быстро восстановился. Темп невысокий. В общем-то, наверное, выгоден и тому, и другому. Шесть раундов еще у нас вообще запланировано в этом поединке. Достаточно длинная дистанция. И бойцы такой весовой категории, которые не всегда сразу стартуют. Оживился Скобенко. Смотрите, начал накидывать удары. По большей части правду в блок. И подгон точный левый. Прямой от Замига Атапишиев. Первый раунд закончен. Вполне возможно, что во втором раунде мы увидим еще больше экшена. И, возможно, возрастет темп поединка. Ну, на мой взгляд, первый раунд такой достаточно спокойный, больше равный. Но, может быть, чуть-чуть где-то поточнее был Атапишиев. Но вот Герман Скобенко выбрасывал больше ударов. 1xbet. Надежный букмекер. Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный. И большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Станция не лучше заходит. Какие комбинации получаются. И где сделать акцент на какой-то из ударов. Вот это тот опасный удар, наверное, который немножко потряс Германа Скобенко. Несколько неожиданный, я думаю, для Германа. Хотя пришелся так. Почти в височную часть. Будет немножко ниже и гораздо опаснее бы он бы попал. Так, второй раунд. Напоминаю, Герман Скобенко против Замиго Атапишиева. Герман представляет конецкую область. Замиго Атапишиев у нас азербайджанец, проживающий в Киеве. У Замиго была кикбоксерская карьера. Еще расскажу. Вот уже у него пятый поединок по чистому боксу. И опять, смотрите, работает Скобенко. Начал поддавливать, на мой взгляд, во втором раунде. В начале второго раунда Замиго Атапишиев. Смотрите, теснит он канатом. И так задвигался Герман. Ну, почувствовал, я думаю, Замиго, что были от него несколько точных попадений в первом раунде. И он решил так усилить свое преимущество. Да, смотрите, сам практически он центр не отдает. Атаки Скобенко пережидает за блоком. И вот опять. Еще раз правый боковой. И здесь же апперкот в корпус. От Замиго Атапишиева слева мы увидим. Начал отдавать пространство Герман Скобенко. Причем задвигался он на ногах. Мы видим со сменой стойки. Меняет он часто стойки. Ну вот контратака от Скобенко. Но опять, очень неплохо перекрыто Токишиев. Очень часто визуально удары Скобенко по площадям. Таких акцентированных, прям чистых ударов было практически не было. Тем не менее, Герман активен. И выбрасывает больше. И сейчас очень опасно. Справа по туловищу попал Герман. Мне показалось, под локоть он попал за Мигу. Вот тут встретил его левым боковым в предыдущем эпизоде Токишиев. Второй раунд. Я думаю, здесь уже определенные выводы бойцы сделали. Насколько сильно бьют. Да, и потихонечку начинают уже набирать обороты. Мы видим, больше стал делать атакующих действий. Замик Атакишиев. И больше стал работать на контратаках Герман Скобенко. И начал двигаться. Начал двигаться и начал, кстати, разрывать дистанцию. На средней он уже так не стоит на улице. Ну, я думаю, прочувствовал Герман на себе ударную мощь своего соперника. И решил не все удары принимать на блок. Ну, видимо, да. На мой взгляд, понял, что группки не превосходят возможности. И там есть риск пропустить серьезный удар. Потому что у Замига из четырех побед. Ой-ой-ой, мне кажется, есть над левым глазом у Замига рассечение. Очень неприятно. Ну, поменять ли оно в ход появится, вот вопрос. Ну, и, соответственно, в перерыве, конечно же, как мы должны вступить в дело. И разобраться с рассечением. Давайте посмотрим, кто в углу у Замига. Атакишиеву. Ну, Дмитрия Лучникова я пока не вижу. Вот нам показывают рассечение у Замига, но не очень близко оно к глазу, так скажем. Любое рассечение, конечно, очень это неприятная вещь, мягко говоря. Но вот, исходя из того, какое рассечение мы видим здесь, оно относительно безопасно. В том плане, что не близко к глазу, не на веке. Ну, и рана нерваная, я думаю, вполне возможно, что Кэтмана успешно справится. Будем надеяться с этим рассечением. Ну, для этого они и нужны, собственно говоря. От профессионализма Кэтмана порой может зависеть исход боя. Ну, и здоровье бойца, естественно, тоже. Между тем, у нас третий раунд из шести запланированных. Начинают третий раунд из пеша бойцы. Ну, Замиг сейчас будет, мне кажется, немножко осторожничать. Да, ему нужно немножко поберечь. Именно ту часть головы. Хорошее попадание. Точное, сухое такое от Замига. И попытался накатить Замиг атаку вторым темпом. Тут его встретил Герман левым джебом. Джебом с левой, точнее. Зашел удар у Германа по корпусу. Вот Замиг сейчас, я думаю, переждет и взорвется контратакой. Ну, в принципе, он так делал уже. И продолжает Атакишиев поддавливать, продолжает рейсинговать. Не то, чтобы много ударов выбрасывает, но тем не менее. Посмотрите, насколько хитрее стал работать в третьем раунде Герман Скобенко. Начал двигаться и время от времени выбрасывать переднюю руку навстречу. Ну, этим ударом он упреждает атаки. Взбивает, да, сбивает. Пошел вперед Атакишиев, нарвался на встречный удар. Тем не менее, продолжил движение. Другое дело, что комбинацию свою не выбросил, которую планировал. Здесь все в блок пока. Отвечает правым боковым Атакишиев. И здесь хорошо зашел у него удар. Корпус Скобенко и левый прямой дошел до цели. Два хороших боковых Атакишиев. Пробил. Вот решил Замиг порубиться. Решил он вытянуть Герман на, видимо, на размен ударов. На обмен ударами. Вот хорошо два апперкота по корпусу. Отвечает по корпусу Скобенко. И на средней дистанции подошел апперкот в предыдущем эпизоде у Атакишиева. Чаще стал оставаться на месте после своих атак Герман Скобенко в третьем раунде. Меньше он стал двигаться на ногах. Возможно, он просто варьирует тактику. Где-то он остается позарубаться. Затем, может быть... Да, сбивает немножко соперника с толку. А затем опять переходит к движению. Вот хорошо боковой дошел у Атакишиева. Скобенко держит. С другой стороны, может быть, следствия пропущенных ударов по корпусу оказываются уже на Германии. Вполне возможно такие первые симптомы усталости. Хорошая атака под конец раунда от Замига Атакишиева. Отвечает Скобенко. Вот мне показалось, начинает так чуть-чуть пошатывать Германа. Причем не от ударов, а вот где-то от объема работы продержанного. Да, где-то от объема работы, где-то от количества пропущенных ударов. Все равно в общей... Ну, то есть все вместе. Да, в совокупности. Посмотрим. Это супертяжелый вес. И мы эту фразу произнесем в начале. И будем периодически произносить по ходу трансляции. Здесь один удар может решить все. Ждем четвертый раунд. Субтитры создавал DimaTorzok Четвертый раунд. Четвертый раунд. Герман Скобенко против Замига Атакишиева. Поединок в рамках супертяжелого веса. Весовая категория свыше. 90 килограммов 700 граммов. Черные перчатки Замига Атакишиев. Красные Герман Скобенко. Пока у нас все достаточно спокойно. В общем, без нокдаунов. Но вот хороший размен. Хорошая такая рубка. Точнее, мне показалось, был Атакишиев. Попал и через руку. Он и закончил левым боковым. Если в первом раунде Герман Скобенко старался не уступать центр ринга. И так упирался на ближний и средний. То, начиная со второго, Атакишиев в центр забрал. И стал работать более явно первым номером. И вот смотрите, снова начал так чуть-чуть пятиться на ногах. Двигаться на ногах. Герман Скобенко. Не особо ему это пока помогло. Успел он там пропустить джеб слева и правый боковой. Он все равно начал так по чуть-чуть отдавать пространство. Вот сейчас работает Скобенко. Атакишиев взял небольшую паузу. Но вот здесь на ближней паре апперкотов у Замига зашла. И еще один. Очень неплохо, в принципе, пользуется ситуацией на ближней дистанции. Атакишиев, он блокирует удары Скобенко. И в паузах успевает втыкать свои апперкоты. Вот опять, смотрите, апперкоты тут же возвращает руки на место. И ответный удар из Скобенко. Ну, вот сейчас попал Герман справа, боковым. Но по всей видимости не обладает нокаудирующим разовым ударом Герман. Ну, даже если взять его послужной список и смотреть на происходящее в ринге. Ну, пока даже во время размена помощней смотрится, конечно, Замиг Атакишиев, наверное. Но он и поатлетичнее выглядит, если честно. Пытается больше работать в четвертом раунде. Если в третьем взял такую небольшую паузу Герман Скобенко, то вот здесь вот пытается больше работать. Возможно, пытается утомить он своего соперника немного. Ну, он не забывает о том, что если бой пройдет всю дистанцию, судьи активность тоже будут оценивать. Естественно, он хочет там понакидывать ударов. Другой, вот, смотрите, опять апперкот. Точный, но не сильный, но точный апперкот был от Атакишиева. Вот так, скажем, не ставят боксеры друг перед другом сложных таких задач. Но в конце раунда, смотрите, пошел перед Скобенко и даже Глосиму поджать канатом от Атакишиева. Ну, большая часть поединка проходит на ближней и средней дистанции. В таком размене и эта дистанция выгодна обоим бойцам. Ждем пятый раунд. Герман Скобенко против Замига Атакишиева. Это поединок в рамках супертяжелого веса. Весовая категория свыше 90 килограммов 700 граммов. Вот хороший левый боковой в начале раунда пробил Атакишиев. Ответ Скобенко по блоку. Ну, очень дисциплинированно работает Замиг, я скажу. Не в таком сверхскоростном темпе. Но, по крайней мере, когда видит открывающийся брешев у Бароника Германа, он туда бросает руки и успевает вернуть их на место. Вот смотрите, такой быстрый удар от Германа. Резкий. Попп провалил и тут же постарался контратаковать, но не дотянулся. Вот смотрите, только начинает атаковать Скобенко и тут же вылетает боковой. И вот сейчас хороший правый кросс от Атакишиева мы увидели. Ну, надо сказать, достаточно свободно перенес этот удар Герман Скобенко. И смотрите, Герман пошел вперед в пятом раунде, решил поработать первым номером. Ну, видимо, есть еще функциональный ресурс у Германа. Но недолго это продолжалось. Вот если бы был чуть-чуть побыстрее Атакишиев и, может быть, больше бы верил в себя, он бы сейчас мог в предыдущем эпизоде хорошо проатаковать Скобенко, которого было видно, что подустал уже. Так неожиданно, неожиданно провести атаку. Мне кажется, потяжелее бьет за миг Атакишиев, но вот Герман Скобенко понимает это и заставляет его больше работать для того, чтобы утомить. Мы видим, очень много таких относительно легких ударов выбрасывает Герман для того, чтобы постоянно, постоянно навязывать, навязывать работу своему сопернику, не давать ему отдыхать. Чуть ли не первый клинч у нас за поединок. Достаточно чистый бой, если не считать вот того удара в район Ватерлинии. Несмотря на то, что поединок продолжается всегда, весь бой практически идет на ближней и средней дистанции, то мы не видим много клинча или каких-то толканий. Да. Никаких локтей Флойда Мэйвезера. Ну, а сейчас достал Атакишиева Скобенко. Несколько ударов попали от него. Стоп, стоп! Тайм! Ну, кстати, нужно отдать должное Катманам за мига Атакишиева. Мы видим, что, в принципе, рассечение у него... Не кровоточит очень сильно. Но публике, конечно, хотелось бы более решительных действий от боксеров. Ну, вот Герман Скобенко пошел вперед, пошел вперед с ударами, сблизился. И начал нагружать за мига Атакишиева. Видимо, решил его умотать количеством, но за миг перехватил соперника в конце раунда. Смотрите, боковой и хороший левый прямой заходит. И правый достает за миг сейчас Герман Скобенко. Ну, вот такой уже очень острый размен был в конце пятого раунда. Пошли оба бойца на обострение. Ну, я думаю, они прекрасно понимают, что не уверены, так сказать, в своей победе. Я имею в виду, что нужно дорабатывать. Если есть возможность дорабатывать, нужно дорабатывать. Потому что нельзя сказать, что такое прям доминирование одного боксера над другим. Достаточно близкий поединок. Можно отметить, да, что Атакишиев поточнее может быть. Но, наверное, вот именно в пятом раунде поактивнее выглядел, может быть, даже Герман Скобенко. Ой, смотрите, хорошо ушел. И тут же добавил Скобенко. Если первым ударом он промахнулся, то затем попал. И ответ за мига. И два джеба от Скобенко. Наш шестой заключительный раунд этого поединка. И результат заключительный раунд 2. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начинает шестой раунд со своих атак. Герман Скобенко. Я думаю, что за мигу Атакишиева тоже нужно отвечать. Желательно многоударными комбинациями. Потому что, по всей видимости... Ну, не так. Представляется, одним ударом он будет не закончиться здесь. Хотя... Время у него еще есть. Вот, смотрите, очень активно начал Скобенко. И уже он поджимает канатом за мигу Атакишиева. Гораздо больше стал работать Скобенко в шестом раунде. И, кстати, достаточно точно. Проходят у него удары. И куда-то делся блок. За мигу Атакишиева стал чаще опускать руки. Попытался сейчас пробить через руку за миг. В принципе, достаточно успешно. Не совсем точно, но достиг удар цели. С другой стороны Скобенко атакуя раскрывается. И у за мига появляются шансы встретить его жестким ударом. Здесь, в принципе, паритет. Вот, клинч. Ну, видно, видно, что оба подустали уже. И все чаще стали бойцы клинчевать. Вот рекомендуют угловые Агерману Скобенко бить быстрее. Ну, не знаю. Ну, и Атакишиев тоже подустал. Ну, и сейчас, наверное, такой важный момент. Кто больше сделает, и главное, точнее, кто-то выиграет. Ну, вот смотрите, уже так немножко сам по 5-с, а Атакишиев немножко к канатам начал двигаться, и он уже на ногах. Вот в шестом раунде, да, Скобенко больше стал работать первым номером. Ну, вот заканчивается шестой раунд. Вот концовка нужна и тому, и другому. Кто же, кто же мажет Атакишиев два удара, кстати. Причем было видно, что он не вкладывался. Ну, и все же, последний удар в поединке за Замигом. Но принесет ли он ему победу, об этом мы узнаем позже. Субтитры сделал DimaTorzok Это не бухать. Вырежете это. И досить? Отлично. Пором не продышал, всем хорошим. Даду? В обязанности. Если не дадут, это не... Фоткай, фоткай. Если не дадут, это не... Вот можно стянуть, чтобы не было всего участия. Где он? Привет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты боксерам! Итак, обратимся к судебным запискам. Судья Болберев. Судейским хотел сказать, что он принялся. 58-56 от Акишиев. Судья Килунин. 55-59 Скопенко. У нас раздельное решение судей, дорогие друзья. Судья Малозонья. 57-57. Ничья раздельным решением судей. Ничья. Вот такое вот решение выносят судьи в первом поединке сегодняшнего вечера. Слава Богу, это не те судьи, про которых можно было подумать вначале. Ждем следующий бой, дорогие друзья. Спасибо. Хороший. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok